Книга «Открытым оком», 18-й том. Вопрос 3261. Тема «Жития». Читаю «Жития святых» и там говорится об еродивах. Разве Господь желал, чтобы мы выглядели как дураки? Речи Соломона и Сирах наоборот призывают к мудрости. Может, я что-то недопоняла? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если будете доверять Библии и Духу Святому, который дал людям в слове своем программу нашего поведения, то вы не будете понимать то, что видите в церкви ныне, а будете понимать то, что Господь желает сделать для вас понятным. Юродивый – разряд святых подвижников, избравших особый подвиг юродства. То есть облик безумия, принимаемый ради поругания миру, радикального отвержения ценности мирской жизни и служения Христу через свидетельствование о внеположности Христова пути, мирской мудрости и мирскому величию. Юродство, как путь святости, реализует то противоположение мудрости века сего и веры во Христа, которое утверждает апостол Павел. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, то будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». 1 Коринфянам 3.18.19 Сравните ещё «Мы безумны Христа ради». 1 Коринфянам 4.10 Юродство, как особый род Аскезы, возникает в среде восточного монашества около V века. Палладий в Лавсаике рассказывает о монахине в одном из египетских монастырей, которая делала вид, что она безумна и одержима бесами. Жила обособленно, выполняла всю грязную работу. Но позднее обнаруживается её святость, и Палладий указывает, что она воплотила в жизнь те слова из послания к Коринфянам, которые цитировались выше. Евагрий, умершись в 600 году, рассказывает в своей церковной истории о травоядцах, аскетах, которые питались травами и растениями. Эти аскеты вернулись из пустыни в мир, но в миру продолжали аскетический подвиг, ходили в одних набедренных повязках, постились и притворялись безумными. Их поведение было исполнено соблазном, и это демонстрировало то совершенное бесстрастие, неподверженность соблазнам, которых они достигли своим аскетическим подвигом. Из этой среды, согласно житию, написанному Леонтием Неаполитанским, середина 17 века, выходит Симеон, юродивый, из Эмесы в Сирии, который, прикрываясь безумием, обличал грешников, творил чудеса. После его кончины жители Эмесы убеждаются в его святости. Таким образом, юродство, как определенный путь святости, складывается к VI-VII векам. Юродство предполагает внешнее безумие, бесноватость, как крайнее средство изничтожения гордыни, способность прорицания, осуществляемому под видом безумия и лишь постепенно постигаемому людьми, смиренное принятие, приятие поношений и побоев, как следование Христу, обличение грешников и способность видеть бесов, их окружающих, ночные тайные молитвы и демонстративное неблагочестие днем и так далее. Юродство, как тип поведения, используют, видимо, ту модель, которая была задана бесноватыми, жившими у мощей святых. В V-VI веках около церквей, построенных на могилах святых, мартириумы, образуются общины бесноватых, которые периодически подвергаются экзорцизму, а в остальное время живут при церкви, выполняя различные работы в церковном хозяйстве. Бесноватые участвуют в церковных процессиях и могут выкриками и жестами обличать власть имущих в грехах и неблагочестии. Их обличения воспринимаются как вещи и слова, исходящие от обитающего в них беса. Убеждение в том, что обитающие в бесноватых демоны могут открывать истины, скрытые от людей, основано на евангельских примерах бесов, исповедующих Сына Божия. Сравнить Матфея 8.29 Марка 5.7 Вместе с тем, в житиях юродивых часто повторяется мотив восприятия их как одержимых бесами, а их пророчеств и обличений как исходящих от демонов. В житии Симеона Эмесского, в житии Андрея, юродивого Цареградского и так далее. Подвиг юродства не получает значительного распространения в Византии, или во всяком случае, лишь в редких случаях, удостаивается признание в форме санкционированного церковью почитания. Ряд святых прибегает к юродству лишь в течение определенного времени, посвящая, однако, большую часть своей жизни аскезе другого типа. Период юродства отмечается, например, в житиях преподобного Василия Нового, 10 век. Преподобного Симеона Студита, учителя Симеона Нового, богослова, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского, умер в 1175 году, и других. В византийских источниках, однако, содержатся многочисленные рассказы о божиих людях, принимавших облик безумцев, ходивших ногами, носивших вериги и пользовавшихся исключительным почитанием византийцев. Иоанн Цеце, 12 век, говорит, например, в своих письмах о знатных константинопольских дамах, которые в своих домашних церквях вешают не иконы, а обереги иродивых, запомнивших столицу, и почитаемых более чем апостолы и мученики. Иоанн Цеце пишет, однако, о них с осуждением, равно как и некоторые другие, поздневизантийские авторы. Такого рода осуждение было, видимо, характерно для церковных властей этой эпохи и связано со стремлением утвердить общежительное монашество, живущее по уставу и не практикующие нерегламентированные формы аскезы. При этих условиях, естественно, почитание юродивых как святых официальной санкции не получило. Если в Византии почитание юродивых носит ограниченный характер, то в России оно приобретает весьма широкое распространение. Первым русским юродивым следует считать Исаакия Печерского, умер в 1090 году, о котором рассказывается в Киево-Печерском Патерике. Далее сведения о юродивах отсутствуют вплоть до 14 века. На 15-й, первую половину 17-го века приходится расцвет подвижничества, связанного с юродством в Московской Руси. Русские юродивые ориентировались прежде всего на образец Андрея, юродивого цареградского, житие которого получило исключительно широкое распространение в России и вызвало многочисленные подражания. Житие было написано в Византии, видимо, к 10-му веку и вскоре переведено на славянский. Время жизни Андрея отнесено к 5-му веку. Многочисленные анахронизмы и иного рода несообразности побуждают думать, что Андрей еродивый является вымышленной фигурой. К числу почитаемых русских еродивых относятся Авраами Смоленский, Прокопий Устюшский, Василий Блаженный Московский, Максим Московский, Николай Псковский Солос, Михаил Клопский и другие. В их аскетическом подвиге отчетливо опознаются те черты, которые характерны и для византийской традиции юродства. Внешнее безумие, дар прорицания, соблазн, как принцип поведения, перевернутое благочестие, обличение грешников и так далее. В Московской Руси юродивые получают большую социальную значимость. Они выступают, как обличители неправедной власти и глашатые Божьей волей. Юродство воспринимается здесь, как полноправный путь святости. И многие юродивые почитаются еще при жизни. Кавычки закрываются. Притчи 3.13. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Там же 17.16. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Сирако 38.29. Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек. 1 Коринфянам 1.21. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Колоссянам 3.16. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Захария 12.4. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством, всадника его безумен, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою.